Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Вопрос служителей церкви». В этой студии вместе с нашим гостем мы, как и всегда, будем искать ответ на один из присланных вами вопросов. Сегодня помогает нам в этом служитель церкви Александр Турецкий. Рад вас приветствовать. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Владислав. Перед тем, как задать вам сегодня вопрос, сложный, пожалуй, я думаю, разрешите сделать такой лицопрос, может быть. Как вы думаете, что может быть при этом выбора человека? Что человек может выбирать? Например, место рождения? Нет. Естественно, нет. Время рождения? Тоже нет. Родители? Это подарок от Бога. То есть нет. Место жительства? Мы пока идем все по отрицательным значениям. Место жительства человек не может выбрать сам? Рождение имел в виду. А место жительства? Здесь подвох может быть. Да, конечно же, уже место жительства человек может выбрать. Так, хорошо. Друзья? В большинстве своем основе – да. Работа? Как правило. И, наконец, религия, вера? Вы знаете, говорят о том, что не мужчина выбирает женщину, а женщина выбирает того мужчину, которому позволяет сделать ей предложение. Вы знаете, что касается религии, очень часто не человек выбирает религию, а создаются определенные условия, при которых человек делает выводы, ведущие его в согласовании с определенной из религии. Давайте попытаемся все это расшифровать, но после того, как я задам сегодняшний вопрос. Молодой человек спрашивает. Я родился в православной семье. В свои 20 лет хочу креститься в протестантской церкви. Не буду ли я предателем веры родителей? Согласитесь, сложная ситуация. Человек боится, как бы ему действительно не нарушить отношения, не потерять родственные связи. Много чего здесь можно, как вообще не прослых предателей. Конечно, отчасти мы с вами сейчас нагружаем этот вопрос своими представлениями. Опять же, говоря о любой из ситуаций, мы говорим о необходимости погружения в эту ситуацию, чтобы понять детали, потому что каждая ситуация очень индивидуальна и неповторима в своей сути. Заботясь об отношениях, что видно в этом вопросе, это уже очень важная, позитивная причина для построения хороших отношений. А вот переживание о вере родителей, я усматриваю в этом, по всей видимости, все-таки не номинальные отношения с церковью родителей, а по всей видимости родители имеют с церковью какие-то глубокие отношения. И человек имеет с родителями тоже такие же, скорее всего, глубокие отношения. К сожалению, сегодня очень много в христианском, мы говорим о России, мы говорим о православии, очень много условных верующих людей, людей, которые нерегулярно посещают церковь или свои приходы. Невоцерковленных. Люди, которые называются, но не являются таковыми ни по духовным взглядам, ни по стилю жизни. И это очень сильно огорчает. Естественно, что в такой среде очень часто возникают условия, при которых происходит переосмысление. Если человек не привязан к своей церкви, к своей общине всем сердцем, всей душой, не является частью, которая занимается активной позицией, не проявляет свою веру как активная, то он начинает становиться холодным. Он остывает, и тогда либо он оставляет свою общину, оставляет свою церковь, оставляет круг своего общения религиозный, либо становится лёгкой жертвой сатаны, который ввергает такого человека во все тяжкие грехи, и человек может стереть себя как личность, потерять себя как личность. Религиозная основа для духовного становления, она очень важна. Человек является полноценной и целостной личностью тогда, когда в его душе процветает духовность, нравственность, порядочность, основанной на вере. Веря в понимании не существительного определения, а как глагола. Вера, подталкивающая к активным действиям. Некто сказал, что в душе каждого человека есть пустота размерами с Бога. То есть только Богом её и можно заполнять. Естественно. Естественно. Только Бог может заполнить эту пустоту. Но мы сталкиваемся с другой ситуацией. А каково же это определение моей веры и определение моей веры в Бога, моих отношений с Богом? В каких плоскостях это может быть определено и выражено? И вот тут появляются такие систематичные вещи, как вероисповедание. Вот если ты веришь в это, то ты этот человек. Если ты веришь в это, то ты этот человек. Ну а если ты исповедуешь вот эти принципы, то ты, естественно, относишься к другому лагерю. И вот переход из одного лагеря в другой называется паразелитизм. Или просто изменение веры. По всей видимости, молодого человека это очень и как раз и... Да. Где изменение, там и измело. Естественно. Нарушение отношений и потеря мира в отношениях и в сердце самого человека. Вот позвольте спросить. Допустим, ваше вероубеждение. И вероубеждение ваших родителей, вашего отца, это одни и те же? Они разные. Разные. Допустим, если бы они были одними и теми же, и кто-то предлагает вам... Допустим, вы с чем-то знакомитесь, копаете, что-то для себя открываете, и понимаете, что действительно есть истина, может быть, которая несколько отличается от того, чему учил меня отец. Мнение вашего отца, позиции вашего отца, взгляды его религиозные, будут определяющим таким, решающим аргументом против того, чтобы вы принимали что-то новое? Вы знаете, если брать за основу отношения в нашей семье, в отношениях с моим отцом, у меня всегда выстраивались, ну, уже будучи взрослым человеком, естественно, выстраивались отношения достаточно на высоком уровне принятия друг друга. Мы принимали друг друга как полноценные зрелые личности. И поэтому, когда я принял решение на основании священного писания, которое я ему цитировал, задал вопрос, почему ты это делаешь? Что тебя мотивирует принимать, будучи взрослым человеком, мне было 22 года, крещение в другой церкви? Похоже, я был чуть старше этого молодого человека, да, ему 20 лет, мне было 22 года, я принимал крещение. Что тебя толкает на это? Я ему читал священное писание, Я ему читал отрывки из священного писания. Я говорю, отец, вот для чего я это делаю. Мотивом крещения в моем случае были ясные, понимаемые мною хорошо, аргументы, изложенные в Библии. Это был вывод, сделанный на основании Слова Божьего. Когда ожидания Бога в моей жизни стали личным призовом. Слово, запечатленное в книге, стало реальным, живым обращением Бога. И я понимал, что слова, допустим, «помни день субботний» для меня стали реальностью, не пережитком ветхих дней, а призовом к действию. Ну, этот момент, скажем так, вас не мучил вопрос, не являюсь ли я предателем веры отца, потому что ваш отец не создавал такую атмосферу осуждения в отношении вашего выбора. «Совершая служение на севере России, к нам начала приходить целая семья из другой церкви. Причем служителя той церкви я лично знал, и мы с ним регулярно общались. Когда к нам начала приходить эта семья, мы тоже переживали. Но делали с твоей стороны все возможное, чтобы священное писание было для них открытой книгой, книгой, объединяющей нас. Мы читали вместе Божье слово, мы вместе размышляли, мы вместе молились. На каком-то этапе они решили стать полноценными прихожанами нашей общины. И я задал им этот же вопрос. Как вы будете общаться с теми людьми, кто являлся вчера вашей частью, частью вашего вероисповедания, людьми из той церкви, где вы раньше были полноправными членами? Не будет ли это являться причиной для конфликтов? Я этого очень боялся. Я не хотел, чтобы люди, уходя из той общины, разрушили отношения, повредили своим духовно-нравственным каким-то критерием. На что глава семьи ответил очень четко и очень понятно для меня, по крайней мере. Он говорит, вы знаете, Александр, я отношусь к этому, как к тому, когда ребенок оставляет начальную школу и переходит в средний класс, в четвертый класс. В его сердце навсегда остается любовь и уважение к первому учителю. Но это не значит, что из-за любви и уважения к первому учителю я навсегда останусь в третьем классе. Я должен расти. Я должен идти вперед. Но, скажем так, допустим, родители, отец этого человека, он претендует не на то, что он имеет знания на уровне лишь третьего класса. Он готов предложить ему и высшее образование. И он не понимает, почему вдруг... Знаете, мы сейчас разбираем этот вопрос. Как бы так, речь идет... Мы как христиане размышляем о переходе среди христиан, может быть, немного необъективными. Наверное, если бы здесь сидели, допустим, представители буддизма, они более объективно бы рассуждали. Поэтому можно рассмотреть разные варианты. Вот, допустим, я встречал одну девушку, которая, живя в России, ее корни были мусульманскими, и вот она тоже говорила, что я абсолютно чужда этой культуры, да, я уважаю родителей и так далее, уважаю их веру, но абсолютно ничего не чувствую. Но, с другой стороны, когда я прохожу мимо православного храма, меня тянет, я хочу приобщиться к этой культуре, тоже вот и боится, грех или не грех. Вот у вас не было... Я привел пример для того, чтобы могли и несколько иные стороны рассмотреть. У вас не было такой мысли, что я предам отца, потому что здесь это связано с конкретной личностью. Не было ли мысли, что это грех, возможно, вам высказывалось это мнение, что это будет грехом. Сам факт смены своих вероубеждений. Меняй что угодно, работу, переезжай с дома на дом, но не надо менять веру. То есть это то, что дано изначально Богом каждому человеку. Конечно же, большинство религий защищает свою не только самобытность, не только свою доктринальную основу, но и своих прихожан, свою павство. И естественно, что если не прописаны, то очень часто проговариваются, ну, так сказать, санкции, против тех, кто посмеет быть вероотступником или человеком, который посмеет думать, что другая вера более или менее правильная. Санкции. И это не говорится, что овечка моя из моего стада переходит в другой стадо. Волк ее, да? Да, ворует. То есть, если, например, я бы пришел и сказал, что, Александр, я бы хотел поменять свои вероубеждения, вы бы, наверное, сначала сказали, да что это, опасности обработки. Я, конечно, бы, прежде всего сказал о том, что при выборе вероубеждений не работают, или, по крайней мере, не должны работать те же механизмы, которые работают у нас при посещении гипермаркета. Посещая гипермаркет, мы... То есть, потребительский выбор. Совершенно верно. Вопросы религии, он никаким образом и никакой плоскости не сравним с подобными действиями. Выбор качественного продукта, хорошего производителя, или то, что выбирают большинство. Ну, такой эффект толпы. Вот все там, и я там, да? Все берут вот такую баночку. Я тоже должен взять эту баночку, хотя не знаю, для чего она щипка мне. А если все берут, и это правильный выбор, должен ли я теперь специально не брать, потому что это делают все? И тут мы с вами подходим к вопросу, который когда-то задал Пилат. А что есть истина, смотря в глаза Христа? То есть, таким вопросом задаться. А что есть истина? Вы знаете, друзья мои, я прежде всего озадачен тем, чтобы мы были честны перед Богом и перед самим собой. Когда человек делает очень важный шаг в своей жизни, такой, как переход из одной церкви в другую, чтобы это был честный шаг, шаг, основанный на вопросе, для чего я это делаю, ни почему. Зачем? Очень часто люди уходят из другой церкви, потому что они что-то увидели там такое неприметное, или обидное, или непонятное. Ко мне однажды пришла женщина, взрослая, и говорит, вы знаете, она говорит, я больше не хочу ходить в свою церковь. Я говорю, почему? Что произошло? Она говорит, вы знаете, я увидела священника, как он в кирзовых сапогах прошел за алтарь, и это ее так тронуло, как он мог в кирзовых сапогах пройти за алтарь. И вот причиной ее духовного падения был неосторожный поступок священнослужителя ее церкви. Я попытался успокоить ее и сказать, что если вас беспокоит это, поступите так, как написано в Англии от Матфея. Поговорите с этим человеком. Скажите ему то, что вас беспокоит. Вы не нанесете ему вреда, вы нанесете прежде всего вред своей совести, своей душе, если вы это делаете по причине непринятия какого-то человека. Не человек другой должен быть определяющим вашей религии. То есть вы не советовали, что скорее беги оттуда и иди поищи полу. Это не причина. Если даже рассмотреть, ну, скажем так, развить эту ситуацию в перспективе, эта женщина крестится в моей церкви, будет ходить в мою общину, и послезавтра она увидит, как я неправильно взял Библию в руки и пойдет к другому священнику. Достаточно достойно, да? Да. Вообще, есть такое опасение. Почему люди против? В принципе, они говорят, лучше вообще прекратить такую практику. Зачем переходить? Почему? Потому что, с одной стороны, все религии откуда-то приходят. Значит, это дает возможность влиять на общество извне. У нас сложившееся общество. Вот есть этнос какой-то сложился, да, социум. С другой стороны, это начинает его расслаивать, разрывает связи, семейные связи, социальные связи. Общество раскалывается, становится более слабым. Как такой аргумент, может быть, ради этого? Конечно же, я лично услышал однажды подобные слова из уст одного из градоначальников, который мне сказал, что любое инакомыслие опасно для государственности, потому что не созидает общество, которое необходимо держать в целостности, способным для защиты своих интересов. Но, я хотел бы вместе с вами... Нет, нам согласится, это так. Я хотел бы вместе с вами прочитать Евангелие от Иоанна, 8 главу, 31 и 32 стихи, в которых Господь дает свое обетование. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стихи. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Мое, то вы истинно Мои ученики. То есть, Он определяет учеников, которые претендуют на прилагательное истинный ученик. Это те, которые знают Божье Слово, которые читают его, которые исследуют Слово Божье. И дальше. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истину можно познать. На каком-то этапе своей жизни истина открывается для человека и открывается самим Богом. И нам нужно быть достаточно смелым, чтобы последовать за этой истиной. Большое спасибо, Александр. Тема сложная, тема большая. Естественно, мы затронули лишь ее часть. Спасибо вам за ваш искренний ответ. Спасибо и вам, друзья, за ваше внимание. С вами была программа «Вопрос служит для церкви». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова